Самолет по замыслу должен был красоваться на постаменте во дворе музея боевой славы Буйнакска. Но оказалось, в машине героя Советского Союза не нашлось там места. Причина, по словам бывшего руководителя музея, банально двор культурного объекта оказался продан. Из-за этого летательный аппарат перенесли в другой двор другого музея, историко-краеведческого. И вот здесь более шести лет самолет, или вернее то, что от него осталось, съедает коррозия. Почему вот в таком состоянии, как вы говорите, почему не там, где этот самолет сказал, передать музей боевой славы имени Супакаева в Буйнаксном районе. Почему не там? Вот спросите, я тогда отвечаю. Потому что мой двор забрали. Я ночами не сплю, думаю об этом самолете. Помогите мне подать в суд. Как ситуация дошла до такого печального положения, точно сказать не может никто. Сотрудники музея указывают на районную власть, чиновники на Министерство культуры, журналисты и представители ОНФ запутались в поисках начала и конца всей истории. Тот случай, когда все все знают, но не могут сказать, как быть. Его сейчас восстановить, это не представлять, по моему мнению. Это невозможно. Вы сами посмотрите, как истончался металл. Его сварить, его заклепать. Он будет разваливаться. Его вот так по частям, как он есть, поставят, значит, пропеллер, все впереди, кабина, все. Вот так можно сохранить только. Ты другого ничего не сделаешь. Думали сделать макет, выделить место, поставить этот макет, чтобы люди знали. Но вот так его выставить как-то некрасиво будет. Его надо как-то упорядочить. А как это сделать? Наверное, специалистам и надо посоветоваться. Здесь и металл есть, тут есть железо, тут есть и алюминий, тут все есть. Поэтому что-то делать, вот тронешь его, он разваливается. Вот, смотрите, насколько он истончился. Несколько регионов просили, чтобы этот самолет оставили у них. В 16-м году его подняли, в 17-м году его доставили сюда, в Дагестан, так как это наш земляк, и здесь он жил. И мы считаем, что вот такие экспонаты, самолет, на котором воевал герой Советского Союза, не должен находиться в таком состоянии, и нужно предпринять все меры. Были встречи, как нам озвучили из Министерства культуры, что была какая-то договоренность с районной администрацией, с Министерством культуры и с музеем «Россия. Моя история» о том, что, возможно, этот экспонат установят там. Но дальше разговоров дело не пошло. И мы настаиваем на том, чтобы это обязательно к 100-летию, а оно случится в этом году, в августе, к 100-летию рождения нашего героя, чтобы самолет занял достойное место. В районной администрации тоже в курсе ситуации. Здесь не отрицают, что самолет от Минобороны передали именно району. При этом замглавы ссылается на то, что находится боевая машина на городской земле. Следуя его логике, решать эту проблему должны все сообща. Мы расположены на территории города Буэнакска. В музее, во дворе музея. Вы были там, да? Видели этот самолет? В каком он состоянии? А кто должен его восстановить? Вы будете задать себе вопрос и ответить? Это контора. Наша администрация представляет все населенные пункты Буэнакского района. Вы понимаете? Надо собраться с двум главам города и района, совместно с республиканством комитета по делам ветеранов, великой отечественной войны, и принять к единому мнению. Где его устанавливают? Кто его будет восстанавливать? Может, там его оставить на месте? Там тоже можно оставить его. У нас в районе в какой силу его поставить? Он его отец с Нижнего Тюкутая, а мать с Нижнего Казанища. В какой силу его поставить? Удастся ли полностью восстановить фюзеляж самолета, совершившего сотни боевых вылетов, неизвестно. Одно из предложений экспертов – все же привести фрагменты истребителя в Махачкалу, в музей «Россия. Моя история». Расположив в одном здании оригинал и точный макет самолета, дополнить композицию мультимедийными данными. Получится это или нет, покажет время. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Вуинакс.